Смартфон, построенный вокруг камеры. Согласен, хорошая камера в кармане это важно, нужно и полезно, но ставить ее во главу угла, да еще и признаваться в этом всему миру, довольно смелое решение, правда? Сегодня мы посмотрим на Galaxy S9 внимательно и разберемся, не сильно ли корейцы увлеклись своей камерой, и не забыли ли они построить вокруг нее действительно флагманский смартфон, а не проходную модель. Поехали! По старой доброй традиции, пара слов о дизайне. Он старый, у меня все. Кроме шуток, внешность девятой галактики от восьмой отличается разве что расположением сканера отпечатков пальцев, но об этом чуть позже. В остальном, те же Faberge, только в профиль. Загнутое стекло спереди, сзади металлическая крашенная рамка и так далее. С одной стороны, отсутствие хотя бы каких-то изменений во внешности, это грустно, но с другой, ребята, оглянитесь, до недавних времен дизайн смартфонов Apple менялся раз в два года. S4 был более прямоугольной версией S3, S7 отличался от S6 менее выпирающей камерой, и почему-то тогда у народа аж глаза от счастья горели. Теперь-то что не так? Из прелестей, которых нас не лишили, стоит обратить внимание на беспроводную зарядку, защиту от небрежных пользователей и обозревателей по стандарту IP68, слот под карту памяти и разъем мини-джек. Практичность корпуса, откровенно говоря, не сильно радует. Да, вода и пыль сквозь него не проникнет, но грязь аппарат отлично собирает как спереди, так и сзади. Хорошо, хоть она довольно легко вытирается, благодаря нанесенной на стекло ариофобке. 2018 год как-никак, технологии, инновации, забота о пользователе. Что там еще в пресс-релизе написано было? Аппарат не сильно громадный, поэтому управлять им одной рукой вы научиться сможете, но цепкости корпусу эти навыки не добавят. Стекло оно и в Африке стекло. На морозе выронить этот гаджет из рук довольно просто. На зиму его однозначно стоит чехлить в какую-то резиновую шкуру. Важным шагом навстречу пользователю стал перенос локации сканера отпечатков пальцев. В S7 он находился на имхо самом удачном месте. Спереди в S8 корейцы решили заполнить всю лицевую панель дисплеем и в итоге показали механической кнопке Home на двери, что принудило их перенести сканер отпечатков на тыльную панель. И разместили они его мягко, скажем, неправильно. В этом году ситуацию решили чуть поправить. И знаете шо? Я никогда не думал, что один сантиметр может так повлиять на ощущения. Кардинально ситуация не изменилась. Сканер как был сзади, так и остался. Мне это как не нравилось, так и не нравится. Но блин, им теперь хоть пользоваться можно без акробатических перехватов смартфона. Работает сканер быстро, но скорость доступа к интерфейсу здесь не рекордная. Идем дальше. Экран. Опять-таки изменения минимальны, и они заключаются в повышенной максимальной яркости, которой и раньше в целом хватало для комфортного чтения картинки в солнечный день. Все та же 5,8-дюймовая матрица со все тем же разрешением 1440 на 2960 точек, выполненная по все той же AMOLED-технологии. Из незабытого старого отмечу поддержку HDR-видео, массу настроек цветопередачи для подстройки экрана и Always-on-дисплей. Кто бы чего не говорил, Samsung в этом плане красавчик, и ни один другой производитель не довел эту идею до такого уровня, как они. Снимай шляпу. Чисто для того, чтобы ничего не упустить, скажу, что минимальная яркость экрана здесь более чем хороша, но не запредельна. А при наклоне традиционно для светодиодных матриц, картинка малость уходит в сине-зеленые цвета. Так как у нас на руках европейская версия смартфона, в ней установлен чипсет Exynos 8910, состоящий из 4 процессорных ядер частотой в 2,7 ГГц и 4 на 1,8. Графического ускорителя Mali-G72 MP18 и куча менее важных элементов. Оперативы 4 ГБ, хранилище может быть 64, 128 или 256 гектар. Настал тот день, настал тот час, когда Ferrum.com не будет придираться к флагманам Samsung за производительность в танках. Я играл на этом смартфоне беспрерывно больше получаса и прекратил не потому, что он начал лагать, а потому, что надоело. Итог был следующий. Рандомные тупники с проседанием до 23 фпс или около того были раза 3 и вообще никак не зависели от динамики в кадре, по ходу глюки клиента. В остальном картинка держалась на уровне 56 фпс и выше. Смартфон при этом нагрелся до 32 градусов по Цельсию, что было ощутимо только по причине хренового отопления в офисе. С другими играми тоже траблов не замечено. Картинка плавная, но графика местами занижена. Видать, игроделы еще не успели подстроить приложение под новое железо, а вот с производительностью прошивки в нашем экземпляре че-то не так. Меню приложений иногда открывается рывками, это же касается листания списков и шторки. Тупят анимации не всегда, но порой смартфон ведет себя так часами, а потом его отпускает и все опять работает гладко. Надеюсь, это как-то связано с таинственными письменами древлян на тыльной панели. По автономности S9 очень даже неплох. При суперактивном использовании в режиме обзорщика с танками, камерой, музыкой и прогонкой синтетики аппарат сдох за сутки. В нормальном режиме эксплуатации он спокойно отпахивал полтора дня, а иногда и два. Батарея здесь у нас такая же, как и в S8 на 3000 мАч, но на моей памяти там она иссякала быстрее. Энергоэффективность, техпроцесс, чего там еще в пресс-релизе. Учитывая поддержку быстрой зарядки как по шнурку, так и при помощи фирменной беспроводной станции, такие показатели я могу назвать адекватными. Хотелось бы больше, но объективно говоря, смартфон разряжается дольше необходимого минимума, а значит ужиться с такой автономностью можно. Пожалуй, пришло время для самой важной части этого обзора, рассказа про камеру, вокруг которой городили все то, что было описано ранее. Как и следовало ожидать, снимает Galaxy S9 классно. Благодаря действительно новой технологии переменного диаметра диафрагмы, фотографии в хорошем освещении имеют большую глубину резкости по сравнению с конкурентами. Многие фотографы ругали тренд повышения светосилы мобильных камер, именно из-за неуниверсальности такого подхода. Но теперь им стоит меньше кричать и больше собирать деньги. 1200 баксов все-таки. Выдержка камеры в авторежиме всегда довольно короткая, благодаря чему случайно получить смазанное фото не так просто. В общем и в целом придраться к работе камеры смартфона сложно, если закрыть глаза на своеобразную постобработку снимков и внезапное наличие шума, которым мы расплачиваемся либо за светосилу, либо за сырой софт. Время покажет. Эско хорошо снимает как днем на f2.4, так и ночью, либо же в плохом освещении на f1.5. Я не знаю, чего там будет в Pixel 3, но пока что это одни из лучших ночных снимков, доступных при съемке с рук на смартфон. Видео пишется в 4К. Если по фотографиям наличие оптической стабилизации ощутить сложно, то на видео его работу видно наглядно. Ролики в UHD можно записывать в простом режиме или в HDR. Также доступна съемка в 60 фпс, привет iPhone 8. И дополнительная программная стабилизация видео, которая сама отключается в зависимости от параметров записи. Super Slow Mo снимается только в 720p, что как-то не очень воодушевляет, не уверен, что на него будет большой спрос. Фронталка здесь хорошая, но я бы не сказал, что она шагнула вперед. Селфи смартфон снимает приличное, но 4К видео переднюю камеру писать так и не научили. Максимум QHD. Из программных плюшек выделю упрощенный постфокус, достаточно ровный ручной режим съемки с массой параметров настройки камеры и программное размытие фона на селфи. И вот на этом моменте у меня есть один вопрос. Почему фронталка софтом фон мылить умеет, а основная камера нет? Ответ я могу предложить сам, для того, чтобы кто-то купил S9 Plus не только ради диагонали экрана. Логично ли? Да. Порядочно ли? Ну я прям не знаю. Идем дальше. Звук. Samsung всегда играли неплохо, но и мху у них был один огромный недостаток. Скорость. Атаки и спады были неспешными, из-за чего звучание становилось избыточно мягким и скучным. Так вот, эту важную мелочь немного исправили. Звук не стал особо энергичным, и по-хорошему ему до сих пор не хватает остроты пиков. Но играет S9 малость быстрее предшественников, что делает звучание более естественным. Разрешение по меркам смартфонов хорошее, на слух середина чуть более ярко выражено, но большого бугра в СЧ здесь нет. Стереодинамики брендированные AKG и софт брендированный Dolby фантастического звука, увы, не несут. Басы здесь чисто символические, их бы надо намного больше, верхние частоты на высокой громкости колючие. С другой стороны, играет смартфон сравнительно мощно, да и детализация на вменяемой громкости достойная. Короче говоря, мусон со смартфона Samsung до сих пор без наушников лучше не слушать, но комедию с друзьями в поезде глянуть можно. Говоря про софт, мне сразу хотелось бы предупредить, что рассказывать про бесполезные вещи вроде AR emoji я не буду. Оно есть, кто-то поиграется, ну и хорошо. Из кому-то явно нужного отмечу Samsung Health, который поможет вам следить за своим здоровьем, а в паре с датчиком сердечного ритма, еще и собирать статистику пульса и других параметров состояния организма. Bixby научился делать хоть что-то полезное для людей из СНГ, теперь он умеет переводить текст в реальном времени в приложении камеры. Иногда у него это даже получается. В смартфоне есть одноручный режим, с вайпом по сканеру пальца можно опускать и поднимать шторку, а разблокировать аппарат можно не только отпечатком, но и при помощи распознавания лица и радужной оболочки. Никуда не делось это же меню, а программные кнопки все так же поддаются настройке, если вдруг кому не нравится. Короче говоря, про софт можно снять отдельный обзор минут на 40, плюшек разных просто завались. Единственная проблема этой ситуации слишком уж много здесь всего, и разобраться в этом без пол-литра смогут далеко не все. Давайте подводить итог. Samsung в этом году решили не радовать своих поклонников новым дизайном и экраном, но зато они подтянули все остальное. Камера в этом смартфоне явно одна из самых интересных на рынке. Игровая производительность наконец-то не вызывает нареканий, звук в наушниках и автономность тоже немного улучшили, а эрэмоджи добавили в конце-то концов. Но если серьезно, то аппарат получился отнюдь неплохим, и пусть он не удивляет внешностью, но зато может порадовать тех, кому в смартфонах Samsung вечно не хватало некоторых мелочей. Ну и главный народный вопрос, стоит ли переплачивать или можно взять S8 и не париться? Если денег на новинку хватает, я бы, наверное, доплатил чисто ради мать его сканера, которым здесь удобнее пользоваться. Если же тратится желание, нет, S8 все еще неплох. Да, быть может, он не так хорош в играх, и снимает самую малость хуже, но устаревшим говном на фоне девятки он не выглядит. Ну, во всяком случае, мне так кажется. В любом случае, ссылки на этот смартфон в разных интернет-магазинах будут ждать вас в описании данного ролика на YouTube. Редакция Ferrum.com выражает огромную благодарность интернет-магазину Galaxy Store за предоставленный на тест-аппарат. Ссылка на них, естественно, тоже есть в описании. С вами был Дима, Ferrum.com. Ставим лайки, подписываемся на канал и обязательно делимся этим видео, ну, если оно вам понравилось. Спасибо всем, кто смотрел. Пока.